Доброе утро! За 13 годов Гомельский экономический форум прошел шлях от невеликого регионального мероприятия до главного делового схода по Днёво-Усходной области Беларуси, что не только открывает новые максимумы для инвесторов, но и позволяет интегрировать Гомельщину в соответствующую экономику. Италия работает на бывшем постсоветском пространстве, на европейском регионе, в различных государствах, но мы видим с учетом последних событий, что здесь возможностей и ресурсов считаем гораздо больше. Сирот у денег у 13-го Гомельского экономического форума, представники России, Украины, Словакии, Италии, Австрии, Ирландии, Хорватии, сирот стратегичных партнеров, китайские компании. В последний час наши краины повеличивают масштабы сопротивления и Гомельская область не выключением. Далегация с Урской корпорацией в этой дне знакомятся с перепросовщими предприемцами региона. В первую очередь их цекают поставки яловичины, но это только начало реализации великих планов. Для нас не только закупка замороженной говядины, но главная цель – это создать совместные предприятия или другие инвестиции в Гомельской области. Все лета у денег форума пропоновали больше 150 инвестпроектов. При этом организаторы подкресливают, якось к этому проекту постоянно повышается, что в свою чергу дозволяя выкористовывать инвестиции больше эффективно, открывать новые вытворчивости и створать працованные места. До речи, зараз на территории Гомельской области працуют больше 300 предприемцев за межным капиталом. И такая лечба за последние 5 годов в экономику региона притягнута свыше 5 миллиардов долларов. После 13-го экономического форума эта лечба повеличится. В последние годы Гомельский экономический форум возначается своей масштабностью, но сегодня он стал самым великим за всю историю его проведения. 29 краин и больше 600 денег, причем это не гости, а потенциальные деловые партнеры. Бадай, головная падея на пленарном посаджении, подписание протоколов об реализации 11 инвест-проектов, терут запланованного, бодовництва щебневого завода у Леческем районе, фотоэлектричной станции на Наравлянщине, вытворчивости вискозного волокна у Святогорску, шмат функционального логистично-делового центра у Леческем районе и навыд сучасные залы чеканев с наявностью системы электронной чархи для транспортных сродков на одном из пограничных пунктов пропуску. Агульный кошт плануемых инвестиций – 300 миллионов долларов. Это самый высокий показатель или результат, который мы имеем на протяжении 13 лет. И приятно отметить еще раз, что с каждым годом количество и сумма растет. Поэтому мы видим, что этот форум приносит реальные дивиденды для развития экономики Гомельской области. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадокомпания Гомель. Особливая увага на Гомельском экономичном форуме – о работе секции «Селета их пять». А про шатаго у рамках форума отбылась сутреша простонников органов улады и дипломатов, которые находятся в Гомеле. Шмат кто с керовников замежных регионов и дипломатичных миссий приехал в Гомель еще до начала экономичного форума. Его проведение стало подставой для больше деталевого ознайомления социально-экономичной ситуации в регионе. По словам худельников сутреши, у каждого из них есть планы, которые они должны реализовать на территории Гомельской области. Как подкреслил один из дипломатов, от сябровства мы идем до субпрацовництва, а от субпрацовництва снова до сябровства, а на уже больше высоком узровне. По глыблению относено будут саденешать и подписанные под час сутреши документы. В Шарниговской области Украины Гомельшина подписала план суместных мероприемств. В сирийской провинции Хомс наш регион теперь будет связывать протокол на меру об субпрацовництве. Такий же протокол подписали так само житковицкие райвы Конкамы, районный совет молдавского города Тараклия. А про шагульность сутреши, шабаки так само провели перомовы по поглублению субпрацовництва у экономичной сферы. Управатность у першиню за опошние 10 годов Гомель наведал министр промысловости Чехии. Этот визит повинен дать штуршок до активизации двухбоковых относинов. Мы хотим продолжать на высшем уровне это сотрудничество. Значит, хотим искать новые пути, новые, как говорится, возможности, потому что каждое время принесут какие-то новые, открывают новые окошко, окошко, которое можно просто использовать. Поэтому этот визит точно, я думаю, что поможет в этом сотрудничестве и наладит опять сотрудничество, наладит какие-то новые планы. Доволе насыщенная была программа работы секции агропромыслового комплекса. Продприемства региона пропоновали потенциальным инвесторам 12 проектов. Агропромысловый комплекс Гомельской области оценивают як вельмей перспективный. Яго развитию надается особливая увага. А тюль и такая колькость инвест пропону. Яны тышат сельской господарки, перепрацовки, энергетики. Например, леческие агросеры, готовы разом с новыми партнерами створить вытворшать органы минеральных удобрений. Продприемство Гомель Абл Харшпрам, яку объеднувает шерох вытворцев харшовой продукции, подрихтовало шесть инвест пропонов. Реализацию некоторых проектов предприемство распочало уласными силами. Достаточно интересный проект по воде. Хотя мы сами уже на сегодняшний день начали самостоятельно реализовывать этот проект на базе одного из наших предприятий. Вместе с тем, конечно, с помощью, допустим, иностранных инвестиций это бы удалось гораздо быстрее и более масштабнее. По выниках работы секции подписаны два протокола об намерах. Это переработка говядины и мягких сыров на территории Решетского района. Проекты живые, я с этими предприятиями знаком. Я думаю, что они будут мне дырны в дело. Ну и другие проекты, которые предложены, я думаю, что по проекту, на место своей работы, участников форума, будут они обсуждены и, разумея нам будут даны, я думаю, что к решению, внедрению их на территории нашей области. Тем часам на секции «Туризм Гомельшин» и «Перспективы развития» подписано 6 договоров о супрацовнестве. А проще того, удельники оценили перспективы реализации проектов, которые пропоновали выконавшие комитеты. Сегодня туризм разглядывается не только как от пашинок на природе. Могчимость ознайомления с традициями и обрадами мясового насильства, религийный, военный исторический, медицинский и деловый туризм. Усего этого в последние годы с теорией становится практикой. По часу работы 13-го экономичного форума, его удельники обмерковали махчимость и притягнение туристов про реализацию новых проектов. Управат на Сегамельшане пропонуют побудовать парк активного гадпочинку, ориентованный как на детей, так и аматору экстремальных видов спорта. А про шатагов, выник установочного решения инвестора, у Мазары може з'явиться лядовая арена, а в Светлогорску открыть хостел для туристов с невысоким узровнем доходов. Дарыши зараз нашный интерес до туристичных объектов на Гомельшине выказывают проставники российского бизнеса. Думаю, что это нормально, потому что сегодня Гомельская область, город Гомель, наш регион, он очень перспективен в этом плане. И то, что мы находимся на хорошем транспортном узле, на хорошей транспортной развязке, сегодня привлекает как российскую сторону, так и белорусы вкладывают деньги в это направление. Напереды дни стали вядомые переможцы 12-го национального телевизионного конкурса «Телевершиня». Церемония урушения премии проходила в Столичном Палаце Республики. Все лето конкурс проводился по 25 номинациях, 4 из них – региональные. Журы, в склад якого выходили вядомые режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, вызначили по 3 финалисты у каждой из них. Коллектив «Телерадо» компании «Гомель» так само трапил лик узнагороженных. У номинации «Лепший ведущий регионального телебашения» перемогу отримал наш коллега Дмитрий Дянисов. Зараз он заявляется наместником директора РУП РТЦ «Телерадо» компании «Гомель». У сферы телебашения и радуя працуют с 1999 года. Дмитрий Дянисов – автор и ведущий телепрограмм «Гомельской областной студии» и наибольший вядомый из них «Телекрыша», «Диалог», «Эконом», о погоне за историей, справы фамильные. Можно сказать, что «Телевершина» – это оценка коллективного труда нас, телевизионщиков, за определенный период. И здесь, конечно же, приятно, что мы достигаем определенных высот. Но это нас подталкивает идти дальше и покорять новые вершины. Это не первая награда для «Гомеля», и мы надеемся, не последняя. На рахунку коллективу телерадо компании «Гомель» еще две узнагороды – 12-го национального телевизионного конкурса «Телевершиня». Третье место у номинации «Лепший проект регионального телебашения» заняла программа «Справы фамильные» – выпуск «Стальные браты». Этот телепроект просвечен знакомитым семьям, сгущными для белорусской истории прозвищами. Семьям, которые создали буйные монополии, и делали соправды шмат для развития альшины промысловости. Так само у нас «Ганаровый» третье место у номинации «Лепший информационный программ регионального телебачения». Программа «Новины» – телерадо компании «Гомель», выпуске, якой вы что дня бачите на своих экранах, знайомить телеглядашоу с житем региону во всех его аспектах. Программа «Новины» рассказывает про наибольшезначные подеи, які отбываются в экономичной, социальной, культурной и спортивной сферах «Гомельшины». Полная готовность и мощный творческий настрой. Сегодня у Гомельским областным драматичным театра отбудется полфинал конкурса «Юная телезорка», у яким примутю дел 84-й пераможцы областного отборочного туру масштабного телекастинга. Первый этап конкурса «Юная телезорка» пошелся 1-го лютого и завершился на проконце красавика. Каля 500 школьников в возрасте от 10 до 15-ти годов проняли у иму дел. Кастинг пройшел у кожным районе Гомельской области. Дети споборничали в мастатстве красомолства, демонстровали свои таленты, локальные сдольности и умение триматься на сцене. Поуфинал конкурсу пройдет Гомельским областным драматичным театр и початок сёння у 12 годин. 25 удельников отримают шанс выйти у финал, який отбудется 20 червеня. Оценивать промоуницкие сдольности и таленты конкурсантов будет компетентная жура, и в склад якого выйдут керавництво Управление Адукации Гомельского облаконкама, простонники талебачения, актеры, работники СМИ, вядомые на Гомельшине дейши культуры. Абсолютные переможцы конкурсу «Юная телезорка» отримают шанс стать ведущими дитяшей забавляльной программы на белорусским талебачении. С пачатком рыболовного сезона инспекторы по маломерных судах Гомельской области вышли у рейд, ка просашить забеспечные эксплуатации лодок и инших видов плавсродков. Кожный год с увядением дозволу на рыбную ловлю появляется не только у лоу, а и шанс быть притягнутым до администрационной отказности, каля не все документы оформлены належным чином. Александр Гамоля углыбился у правилы регистрации маломерных судов и ознайомился с ситуацией на водных просторах в окол областного центра. Рыболовный сезон почался, однако только и зараз большая частка рыбаков поспешалась регистровать и проходить тыхагляд своих плавсродков. Каля будинка Державной инспекции по маломерных судах – ажиятаж. Ой, времени не было. Просто времени. Сегодня уже, наверное, открытили, завтра, когда я не знаю. Рыхтуйся не летом, а колесы зимой. Гэта ж, можно сказать, и про лодки. Документы на судно лепи оформлять на початку весны. Гэта истотно – закономить и силы. И час. Вчера, допустим, к примеру, 70 человек только мы оформили в течение дня. 70 техосмотров. Это очень много. Каб инспектор не имел до владельника плавсродка претензий, на моторное судно треба иметь судоводительское посвящение и судовые билеты с сертификатом обгодности судна до эксплуатации. На лодке повинны быть нанесены бортовые номеры. У первый день дозволу на рыбную ловлю вуды подрихтовали уси, а вось свои лодки далеко не кожны. Думали, что все в порядке с документами? Либо знали, что… Нет, не знали. Мы, честно сказать, не владели вопросом до конца. Я консультировался своих знакомых. Он просто сказал, что лодка грузоподъемностью до 220 килограмм, ежегодный техосмотр не проходит и обязательно регистрации не подлежит. А непосредственно в ГИМС не звонили, да? Ну, как бы нет. Инспекторы говорят, на воде бывает все. Спокои, курьезы, радости, беды, годные поводины и погони. Катр Державной инспекции по маломерных судах Гомельской области по плыне развивает худкость свыше 50 километров за годину. Редкое маломерное судно, сдольное утяжье такого проследования. В выключении складаются только водные мотоциклы и гидроциклы, а ли на их инспекторы знайшли управу. С порушальниками разговаривают уже на березе. Меры покарания селита стали больше жерсткими. Артыкл, по яким недобросумленных судоводителей упротягивали до администрации на отказности, подзялили на 8 часток. Штрафы выросли у разы. В частности, части 4 и 5, они как раз за употребление алкогольных напитков, наркотических средств и тому подобное. И там штрафы предусмотрены до 50 базовых величин. Метапрофилактичных мер один и оповели, лишить у людей отшивание отказности за кирование плав сродком. Бо вода, як и дорога, не даруя помылок. За минулый год по республице забеспечного ставления до эксплуатации лодок и маломерных судов загинули 26 человек. По Гомельской в области 5. Кабыд подшинок на воде не перетворился у трагедию, треба относиться до мировоззрения с повагой. Меть при себе отповедные документы, опрынуть в ротовальные комизельки и не уживать спиртные напои. Александр Хамуле, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». И на этом поколе сёза разведём подей, сошите по наших выпусках. А я с вами разведываюсь. До повышения. Редактор субтитров А.Сёмкин